Ну подожди, расскажи, Никит, что ты начинаешь? Ну так сказать, делали, чтобы люди развлекались в свое время на маленьких, на радиологах. Вы знаете, в чем особенность? Такие пластинки, они маленькие. Они очень маленькие. Ой, а как будто мы не поняли по размерам, что они маленькие. Ну и расскажи. Покажи вот так вот маленькие пластинки, чтобы все поняли. Вот пойми, что они маленькие. Ну понятно, маленькие. Для чего они маленькие такие? Для чего они маленькие? Там были записаны танцы. Это понятно, что танцы. Для чего они маленькие? Экономия, скорее всего. Почему экономия? Не экономия. Наоборот, наша промышленность в те времена такие размахи давала, что можно даже позавидовать. Одних пластинок столько выпустили, что потом уже не могли продать их. Они до 70-х годов лежали, не продавались. Ого. Вот так. Для чего же сделали маленькие пластинки? Для миниатюрных проигрывающих парадов. Не-не-не, их тогда еще не было. А Мария? Не надо выдумывать. А Мария? Когда появилась Мария? Быстро. В 70-е годы. А это какие годы? Читай быстро. Давай. Москва. 1960. 60-е. 60-е. Когда появилась? В 70-е годы. Мария появилась в 67-м году. Понял. В 60-е годы. Все. Для чего выпускали? Для чего? Ну, естественно, для Родиол. Ну, понятно. А кому это нужно было? Кому? Да никому по сути дела. Что значит никому? Какой бред несешь? Тогда, зачем надо было видео делать, если ты даже не знаешь, что о них рассказывается. Вот скажи. Ну? Ну, Вань. Зачем? Ну? Зачем? Версия твоя. Ну? Никита знает, вот говорит. А ты? Ну, мне кажется, что если люди слушали музыку просто хорошую. Какая музыка? Это музыка? Танцевальная. Один… 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 Это… Испанский вальс. Медленная танго. Это что такое? Не, нам это не надо. Нам надо балет, опера, ария… Правильно поддерживать. Что… Классическую музыку, чтобы продвигать в массы. Поддерживать. А это все… Это все… Народное творчество. Без культуре ведь. Это все западное. А мы боремся с западным. Подожди, так а для чего тогда выпускали? А это все потому, что Хрущев подобрел оттепельное. Началась эпоха, и мы начали выпускать вот эти вот диски. А для чего мы их начали выпускать? Для чего? Потому что молодежь, она уже ополоумила, с ума сошла. Они начали… Твиз всякий им нужен, да? Да не потому… Нет. А что? Они уже не могли терпеть. Они там уже вовсю, значит, крутят эти, вертят ноги. Ага. Поэтому они записывали с пленок, с радио записывали. Записывали с рекордера. Ну, то есть… То есть… Делали сами. Это… И потом… И потом же от этого страдали. Их в Мосторге ловили под ручки. Под белорученьки ловили. Никит, то есть получается это бизнес. Либо в ОБХСС, либо… В КГБ рядом как раз Лубянка. Можно подвезти тебя, значит, пойдешь… Болт, а ты знаешь об этом что-нибудь? Ты распространитель. А? Значит… На самом деле, действительно… Подойди. Ты, значит, это… Вот это вот… Ерунду вот это вот. Но неправда… И потом наши одумались. Ага, если молодежь, значит, терпит крах… Значит… Значит, она это… Вот через такие… Ну, уже в ГУМе стоит там как-то в карман подсунут… И предлагает… Подожди, так это же было законно или незаконно? Да. И, значит, поэтому наши одумались… Ну, когда одумались? Когда уже… Когда уже… Когда уже культура-то вся прошла… Когда уже все… А, они одумались и стали выпускать… Насыщены уже были этими фокстротами, твистами… Я сейчас обещаю… И поэтому наши начали выпускать вот эту ерунду… Которая уже тогда никому не нужна была… Опоздали… Опоздали… Ну, думали долго… Рынок был перенасыщен… Не просто не перенасыщен… А конъюнктура изменилась, правильно? Да, правильно… Уже начали танцевать другую музыку… Это уже было все устаревшее… Они потеряли… Это было 50-е годы… Вот, вот, вот… И поэтому выпускали… И выпускали долго… Там где-то вплоть до конца 60-х годов… Вот эту ерунду делали… В общем-то… Она как-то… Ее брали… Не так хорошо… Поэтому ее… Уценивали… И поэтому… Ну… Покупали, в основном… Всякие там эти… Старики… Там, в общем-то… Люди… За 40… Молодежь… Это уже не нужно было… И она уже в 60-е годы перетанцевала… Все, что можно было… На голове стояла… Вот… Поэтому… Записывали на рекордеры… На магнитофоны… И распространяли… В Одессе была… Толхучка… Толчок… Угу… Так, значит… Потом это у нас… Это… Мост Оргово… Там… В Ростове-на-Дону… Были… Вань, ты понял… Да, понятно… Я знаю… В те времена… В те времена… Уже… Это почему было не модно… Потому что люди перешли… На неформальную песню… Если в 40-е… 50-е годы… Куда ни шло… Куда ни шло… То уже… В конце 50-х годов… Мы уже все слушали… Всяких там… Неформальных певцов… Например… Например… Вот, например… Ага… Или там… Нашего… Из этого… Как его… Как же город-то назывался там… Лосиновстровская станция… Там… Какой город у нас? Бабушкин? А? Бабушкин, да… Да, значит… Там у нас… Был тоже врач… Который там вот… Записывал вот эти вот… Музыку… Вот это все… И пел… Вот Петра Лещенко… Ну еще и пел… И там… Например… На Крымской площади… Ого… Было три вещи… На Болотяновской… На Крымской… И на Дерибасовской… Вот… Знаменитая Дерибасовская… Не… Дерибасовская… Почему? Дерибасовская – это в Одессе… Да… Да… Было три известных вещи… Вот он пел… А… Поэтому… И эти вещи… Уже на тот момент… Были практически… Никому не… Никита… После твоего рассказа… Я буду вынужден… Поднять цены на эти вещи… Потому что они уже… Еще раз повторюсь… Они мною троганные… Троганные… Да… Троганные… Они стали святыми… А я хотел дополнить… Да… Были же музыкальные открытки… Были же музыкальные письма… Которые вот как раз таки в киосках нарезали… Ну… И что… И вот так… И вот эти вот самые неформальные записи с рекордеров… Нарезали… Ничего подобного… У нас такое не разрешали… Больше, больше энергии… Это все было государственное… Это все было государственное… Поэтому… Не позволяли… Они могли Битлз запустить… Могли запустить какую-нибудь это… Как его… Ножкина… Ножкина могли запустить… Михаила… Да… А… А этих всех… Вот этих… Кого вот этого… Да… Нет… Это… На костях тоже… Нет… Это понятно… Это уже на коленке… То есть у себя дома… А так понимаешь… Если в студии звукозаписи… То понимаешь ли… Музыку… Либо… Которая признана… В Америке… Вот как вот та… Либо… У нас это… Которая… По-разному… Записанный магнитофончик… И уже… Переписанные… На вот эти диски… Пластинки… А сколько я находил записи… На пленке… Голоса Америки… 60-х… 70-х… Ну… Так… Ты будешь пока нам это говорить… А лучшее подтверждение… Всему этому… Принеси… И в следующий раз… Вот… На видеоролике… Чтобы ты не был голословный… Значит… Мы это все включим… И послушаем… Какие там у тебя… Эти… А я только недавно… На ноте… Я только… А кто это подтвердит… Валерий Анатольевич… Мы не верим… Мы не верим… Мы не верим… Да что-то там тихо было… Никит… Мы не верим… Он же не мог громкость сделать никак… Он не мог делать… Мы не верим… Вот пускай… Принесет… И покажет… Нам покажет… Всем покажет… Что… У нас есть такие записи… Ну все… А пока… Никто не будет нас верить… Никто не будет верить… Ой, пацаны… Спасибо тебе… Все мы можем что-то говорить… Да… Ну пока не покажем… Никто не поверит… Все… Все… Спасибо… Спасибо…